Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы будем обрабатывать территорию и подстригать деревья, формировать из деревьев, делать что-то очень красивое, симпатичное. Сначала, как видите, большая трава, высокая, она от жары тут уже пожилтела вся, как сено. Газона тут как такового нет вообще, есть только деревья вдалеке Туя, кустарнички низкорослые, и сейчас мы это будем приводить в красивый вид. Сейчас пока на начальной стадии просто уберем старую вот эту вот жухлую траву, ну так как она здесь не газоном растет, а сорняком, то тоже будем работать триммером сегодня. Сейчас мы будем подстригать вот это вот деревья. Здесь на территории их около 10 деревьев, посажены они в одно и то же время. Но смотрите, какая разница. Как я уже говорила, что некоторые деревья растут быстрее, некоторые медленнее, даже посажены в одно и то же время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кустик получился у нас аккуратненький. Ну тут форма уже была предопределена самим кустом. Получился такой не круглый, а немножко вытянутый вверх, так, чтобы и открыт был магазин, чтобы было его видно с дороги, не заслоняло какая-то густая стена, там, живая изгородь, допустим, из кустов. Здесь функция именно привлечь внимание клиентов к самому магазину, а не скрыть его с дороги. А те кусты, которые мы подстригали, они называются вибурнум тимус, это латинское название, а по-русски калина лавровая листная. Есть некая схожесть с нашей калиной, но не совсем. Наша калина это яркие красные ягоды, которые полезные, вкусные, а эти ягоды не едят. Может достигать при хороших условиях 6 метров. У нее белые цветочки сначала появляются, и потом такие мелкие, такие плоды темно-синего-сизого цвета, потом они еще темнеют, превращаются в черные. Но сейчас, в эту пору, они... Пойдемте покажу, какого цвета. Вот, посмотрите. Сейчас они коричневые, коричневые, и будем ждать, когда они потемнеют, почернеют. Они для красоты. Белые цветочки сначала, душистые такие, ароматные, приятный у них запах. Соцветий. А затем уже вот такие вот мелкие плоды. Хорошо очень растет в Южной Европе. У нас ее могут выращивать... В России ее выращивают как более такое декоративное растение, а в Европе... В Европе к ней относятся практически как к сорняку. Просто ее садят, потому что она хорошо самостоятельно растет, не требует никакого ухода. Вечно зеленый этот куст. Для живых изгородей, для оформления придомовых территорий он очень даже подходит. Функцию озеленения хорошо выполняет, без всяких усилий. Хочу вас предупредить, у калины лаврово-листной есть склонность к заболеваниям. Листья покрываются таким белесым налетом и требуют, конечно, обработки, быстрой экстренной, чтобы не перешло на другие кусты. Листья очень похожи на лавровый лист. Сами листочки немножко такие скругленные. А с вами была Георгиевская Татьяна. Любите деревья, кусты, живую природу, забудьтесь о ней и творите красоту на своем участке. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok